Как рассчитать, какой стиль воспитания? Для этого мы проделываем с датами рождения родителей определенные, не сложные, но такие немножечко хитрые манипуляции. Первый пример, который я хочу, чтобы мы с вами разобрали, это будет пример президента России, который весной 2024 года собирается переизбраться на следующий шестилетний срок. А все понимают, что Владимиру Владимировичу уже за 70, ну и дальше как бы мы уходим туда к 80, при этом человек должен быть в прекрасной физической форме и хорошо справляться со своими обязанностями. Давайте произведем расчет, получил ли он от своих родителей Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны тот необходимый, выражаясь языком имперского колледжа Лондона, стиль воспитания, а выражаясь языком генетики, произошла ли экспрессия его генодолголетия, то есть эта экспрессия, она происходит или не происходит в детстве. Получается, что мы все еще с детства уже бываем запрограммированы в чем-то на долгую или короткую жизнь. Давайте это рассчитаем. Итак, Владимир Спиридонович, 23 февраля 1911 года, и сразу под этой датой мы сразу фиксируем дату рождения мамы. Ну, кстати, кто будет папа, мама, кто первый, кто второй, тут решительно значения не имеет. Самое главное, что для этой методики нам действительно нужны две даты рождения, но как я уже сказал, что да, я понимаю, как вот мне писали, а если мы, мол, даты рождения отца не знаем, ну что ж, тогда берем дату, иногда мы и мамы не знаем, но кто-то же нас воспитывал, вскармливал, так сказать, взращивал. 17 октября 1911 года. Итак, что у нас получается? Давайте внимательно смотреть. Таким образом, мы имеем две пары совпадающих чисел в датах рождения родителей. Какой вывод мы из этого делаем? Правило наипростейшее. Если вы нашли только одну пару совпадающих чисел в датах рождения родителей, причем совпадение вы запомнили в разных блоках число, месяц, год, то это означает пренебрежительный стиль воспитания. Две пары совпавших чисел, снисходительный стиль. Три пары совпавших чисел, стиль авторитарм, это говорит, это говорит о том, что это второй стиль воспитания, второй и третий считаются, напомню, хорошими. И если у человека хороший стиль воспитания, второй или третий, то вот эти числа, которые совпали, они будут носить положительный характер в 12-летнем коде здоровья. Помните, у нас в начале мы сказали, что вот как крестообразная структура по расчету гена долголетия и даты рождения родителей, они взаимодействуют с 12-летним кодом здоровья. У нас получилось 136,640. Кстати, мы получили шестизначное число, оно и называется 12-летний код здоровья, 136,640. Этот код называется 12-летний, потому что каждое число распространяет свое влияние на здоровье человека ровно 12 лет. И первая точка, она как раз таки соответствует 12-летнему возрасту, то есть в 12 лет с 12 до 24 действует единица. С 24 до, соответственно, 36 действует тройка. От 36 до 48, этот код называется 12-летний, с 48 до 60 действует вторая шестерка. От 60 до 72 действует четверка, и от 72 до 84 действует ноль. Получается, что в 84 года, еще раз, 12, 24, 36, 48, 60, 72, и с 84 эта машинка начинает повторяться. Ну, понятно, что если код 12-летний получился шестизначным, то, соответственно, повторение будет, когда все числа кончатся, то, разумеется, начнется повторение, как бы на новом витке. От 84 до 96 снова будет действовать единица, от 96 до 108 будет действовать тройка, и вот, и так далее. Для чего мы рассчитали этот 12-летний код здоровья? Есть ли у человека по результату сопоставления дат рождения его родителей, или биологических, или приемных, или там мама родная, папа отчим, или бывает наоборот, отец родной и мачеха, или там бабушка с дедушкой кого-то воспитывали. В общем, в любых вот этих вот комбинациях мы берем обязательно две даты, потому что, конечно, по одной дате нам эту штуку, как вы понимаете, вывести не получится. Хотя была идея у тех, у кого действительно, ну вот только одна мать воспитывала, и больше вообще вот рядом никого не было, в таком случае в качестве второй даты надо брать для выведения вот этого сопоставления свою собственную дату, ну, рождение. Ну, согласитесь, что таких случаев, наверное, очень мало, когда только один единственный человек на свете принимал участие в воспитании ребенка. Для чего нам нужно это? Вот мы получили, что две пары совпадений, это второй стиль хороший, и тут единицы. И если стиль воспитания хороший, то значит числа, которые повторились, они будут показывать этапы на жизненном пути, отрезки 12-летние, когда ген долголетия снова будет как бы расправлять крылышки. Ну, у Владимира Владимировича единицы-единицы, и у него в 12-летнем коде единица есть. Она действовала с 12 до 24 лет, и, кстати, правильнее было бы вот мне так, чтобы вот число оказалось, ну, как бы вы поняли, что оно охватывает 12-летие. То есть, вот как здесь, да, вот, например, шестерка от 36 до 48, еще шестерка-четверка от 60 до 72, и ноль от 72 до 84, а уже с 84 до 96 снова единица, а тройка с 96 до 108. То есть, что получается? Получается, что он очень активно закладывал, он не делал ничего для этого специально. Это был процесс, происходящий внутри клеток. Такой вот бонус от природы или бонус от судьбы. Кто тебя воспитывает, от 12 до 24 лет это происходило, и это снова повторится. От 84 до 96 лет ген долголетия снова получит экспрессию, то есть, так сказать, свое пробуждение и расправление крылышек. И раз уж мы пойдем по такому контрасту, то давайте воспользуемся датой рождения еще одного Владимира, но на этот раз Александровича Зеленского, и рассчитаем, а его родители обусловили ли ему экспрессию гена долголетия. Они дали ему хорошее образование, ну или, по крайней мере, способствовали, потому что папа профессор и доктор технических наук, и мама Римма Владимировна инженер, ну то есть, люди очень образованные, культурные, и даже вот к приему сына курочку зажарили, это все прекрасно. А как насчет вот экспрессии гена долголетия? Отец Владимира Зеленского, Александр Семенович, родился 23 декабря 1947 года. Вот же ирония судьбы, вот этот какой-то непонятный исторический параллелизм, Владимир-Владимир, так у них еще и отцы родились у Путина и у Зеленского, число совпадает, 23. Ну, месяц и год, конечно, разный. Римма Владимировна, 16 сентября 1950 года. Сейчас вот попробуйте вывести стиль воспитания уже самостоятельно, как я вам рассказывал. Ну, мы прошли с вами всю эту штуку, и получается, что у Владимира Зеленского три совпадения, три совпадения, а три совпадения сразу по учебнику нас выводят на авторитетный стиль воспитания, самый лучший. Видите, как ему повезло с родителями? Когда родители придерживаются дисциплины, но и в то же время они проявляют эмпатию к ребенку. А в идеале, вот самый лучший, вот этот третий, важно, чтобы и были внимательны родители к ребенку, но и не пускали его детство и юность на самотек. У Зеленского так и было. Его юность пришлась на годы перестройки, и тогда это было модно, особенно в Украине, где жила большая еврейская диаспора. И он заявил родителям, а я поеду после школы учиться в университете в Израиль, ну там как друзья ехали. И тут отец ему сказал, только через мой труп ты поедешь в Израиль, то есть только благодаря отцу он стал тем, кем он стал. А вот не послушался бы отца, уехал бы, и, конечно, бы ничего дальнейшего в его жизни, того, что сейчас не было. Может оно и лучше, чтобы не было, но это сейчас нас уведет далеко от предмета вебинара. В общем, налицо, что ему повезло с родителями. Давайте вспомним теперь правило, что если тебе повезло с родителями, то числа, вот эти пары совпавших чисел, они в 12-летнем коде здоровья будут приветствоваться. Получился пятизначным. Давайте его выпишем. Это 49,450. Хотя я думаю, что вам все уже должно быть понятно. 49,450. Ему единицы и девятки, это благо. Единиц, увы, не оказалось. Но зато, ура, нашлась. Мы даже вот одной девятки в этом случае рады. Потому что это целые 12 лет, когда чудо природы, что бы ты ни делал, твой ген долголетия пробуждается и расправляет крылья. Давайте распишем. Итак, первое число в 12-летнем коде здоровья, оно у нас у всех действует с 12 до 24 лет. Второе число. Почему код 12-летний? В учебнике я подробно объясняю. Просто сейчас не хочу лишнее время ваше и внимание тратить. Кому интересно, вы там ознакомитесь, почему этот код именно 12-летний, а не какой-то другой. Девятка будет действовать с 24 до 36, это вот как раз те годы, когда у него вот такая удача. Организм расправлялся и запускалась программа на долголетие. Третье число, четверка действует с 36 до 48 лет. Четвертое число, пятерка действует с 48 до 60, и пятое число 0 с 60 до 72. Но поскольку у него код, соответственно, ну вы поняли меня, пятизначный, то мы получаем вот эти интервалы от 12 до 24, до 36, до 48, до 60, до 72. И уже с 72 до 84, соответственно, снова действует вот эта четверка, а с 84 и до 108 будет действовать вот эта девятка. То есть, что получается, они и тут с Путиным совпали, и у Путина полезное число по второму кругу начнет действовать с 84 лет, и у Владимира Зеленского полезное число, девятка полезная, потому что девятка оказалась в числе благоприятных совпадений.